Один из водителей, представляющих Самару на конкурсе, Сергей Василенко. Он управляет троллейбусом уже 8 лет, а в этом году одержал победу на городских соревнованиях. Нагрузка очень большая, в том плане, что надежды возлагают. Будем стараться. В городском конкурсе было победить несложно. Как-то сложно, проблематично немножко. Конкурсанты все были хорошо подготовлены, поэтому борьба была довольно-таки жесткая. Мы готовились, он у нас занял первое место. Последний месяц мы его сняли с линии. Постоянно, каждый день я сам принимал участие в теоретическом и практическом, поэтому мы надеемся на первое место. Один из основных конкурентов самарских профессионалов – серебряный призер всероссийского конкурса «Лучший водитель троллейбуса» прошлых лет. Сергей Пермитин из Ижевска. Он за рулем троллейбуса 7 лет. Волнение. У всех присутствуют. У меня конкуренция сильная, хорошие ребята. В первый день соревнований претенденты на победу сдают экзамен по ПДД. Как только запускают секундомер, демонстрируют знания и по устройству троллейбуса, и предрейсовому приему транспорта. На это по регламенту положено не более 7 минут. Соревнуются и в культуре обслуживания. За 4 минуты участники должны сделать объявление, которое обычно пассажир слышит в троллейбусе. Следующая остановка – «Мирный атом». Уважаемые пассажиры, не забывайте оплачивать свое время на проезд. Всероссийский конкурс профессионального мастерства проходит в 19-й раз, но на территории Самары – впервые. За звание лучшего водителя троллейбуса соревнуются 36 участников из 32 городов России. Он будет длиться два дня. Участники сдадут теоретическую и пройдут практическую части. Троллейбус – один из любимых видов общественного транспорта для многих самарцев. В городе работают 15 маршрутов. На них ежедневно выходит более 100 единиц техники. По национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируют приобрести еще 22 троллейбуса. Это поможет полностью обновить автопарк на самых востребованных маршрутах. Этот конкурс очень важен. Такие конкурсы профессионального мастерства выявляют настоящих профессионалов своего дела и заставляют остальных водителей ориентироваться на таких победителей. Сегодня проходят тренировочные заезды, чтобы уже завтра виртуозы водителей смогли продемонстрировать высокое мастерство членам жюри. В эту пятницу объявят лучших среди лучших. Победителю вручат денежный приз в 300 тысяч, а общий призовой фонд составляет полмиллиона рублей. Елена Малютина, Николай Епифанов. События.